Всем привет! Вы на канале Аградвиж. Спасибо, что смотрите мое видео. Не забудьте в конце поставить лайк, поделиться с друзьями этим видеороликом и подписаться на мой канал. Также поставить колокольчик на уведомления, чтобы не пропускать новые видеоролики. Сейчас я снимаю видеоролик к предыдущему видео под названием «Шок. Найден лучший стиметр роста и развития». Это видеоролик с хайповым названием, который наиболее популярный сейчас на моем канале. И требует этот видеоролик о продолжении. Сегодня 25 апреля и опять пройдемся по теплице, которая без бокового отопления, только есть шланги вдоль каждого ряда подачи и обратка. Вторая теплица, там где есть шланги, подачи и обратка. Отопление плюс батареи, батареи отопления по всему периметру теплицы. Посмотрим, какая разница в развитии, какого размера кисти, какая теплица уже начинает спеть. Я нахожусь в той теплице, в которой я снимал первой в том видео. Эта теплица без бокового отопления. Вот видно, сбоку тут нет батареи отопления. Здесь есть только шланги отопления. И посмотрим, как развиваются растения, какой имеют внешний вид. Вот у нас первая кисть. Первая кисть, она, да, уже хорошо выросла. Плоды приблизительно грамм по 160-170. Вот на первой кисти, на второй, ну, наверное, этот будет грамм 150-160, меньше по грамм, наверное, до 100. Вторая кисть тут была, третья, четвертая, пятая кисть и шестая. Шестая начинает зацветать. Давайте еще раз, которая более затененная. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая тоже зацветает. Это развитие теплицы, которая только с напольным обогревом, со шлангами. Сейчас перейдем в теплицу, там, где есть боковые батареи отопления. И посмотрим на развитие теплицы. Сейчас я нахожусь в теплице, которая была вторая в видео подозвание «Шок на один лучший стиметр роста». Вот мы видим здесь батарея отопления. С этого края идет по над всей стенкой теплицы. И с того края видно батареи за растениями. Если присмотреться, видно их. Вот они идут. И также есть напольные шланги отопления. Вот они лежат. Двадцать пятая труба. Которые обогревают ряды персонально. В теплицах с таким источником тепла суши воздух. Меньше влажность воздушная. И растения генеративные. И что мы сейчас имеем на растении. Ну, некоторые есть отстают. Вот кисть. Первая. Вторая более в размере. Третья. Четвертая. Пятая. Пятая. И шестая. Вот. И можно заметить, что некоторые плоды уже начали изменять окрас. Начинают принимать. А вот красивый плод. Принимают окрас. И начинают спеть. Вторая кисть тоже в размере. Третья. Вот тоже плод. Уже готовый. А вот. Первая. Вторая. Третья. Вот. Да, есть. Некоторые плоды уже спеют. Напомню, что это один и тот же гибрид. Гибрид бастина. Компания Сингента. В один день был посев. В одном месте росла рассада. Высажен также в один день. Вот. И вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И отличие только в температурных условиях во время выращивания. Кормление и обработки все велись абсолютно одинаково. Вот. Уже плоды, которые созревают. Вот. Рам 350. Не меньше. Там даже тоже видно. То есть выборочно уже начинают загораться. Это на сегодняшний день. На 25 апреля уже есть первые спелые плоды, которые можно начинать собирать. Или дозаривать. Или дозаривать. Так. Еще раз. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Здесь пятая. Неохотно. Все-таки растение сильно загрузилось. Сильно загрузилось. И при такой нагрузке плодовой первой и второй кисти, пятая, шестая кисть развивается слабо. Все-таки климатические условия остаются главными условиями в развитии растений. А при наличии стрессов по температуре, влажности, ну или вообще, тогда уже приходится искать какой-либо стимулятор роста. Атистрессант. Всем спасибо за просмотр. Понравилось видео, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Поделитесь с друзьями, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик на уведомления, чтобы не пропускать видео. И хороших вам урожаев. Ждем следующее видео. Будем проводить обработки кальцием по листу и следить за растением, за их развитием. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok